Купальный сезон открыт. Однако специалисты напоминают, плавать можно только в специально отведенных местах. В противном случае вся ответственность на самом отдыхающем. Накануне такой инцидент произошел в Ангарске. Мужчина нырнул в кито из моста. В воде он стал задыхаться и выбраться самостоятельно не смог. Его спасли. О правилах безопасности на воде узнавала Оксана Крикунова. Долгожданная пора лета. Ангарчане отправляются в парки, на дачи и, конечно же, стекаются к водоемам, чтобы охладиться. Однако выбирают такой отдых. Некоторые пренебрегают правилами и купаются там, где запрещено. Зачастую, говорят спасатели, чрезмерная уверенность в своих силах может привести к весьма неприятным последствиям или даже к трагедии. Так, накануне ангарчанин хотел искупаться в китое. Неудачно нырнув с моста, чуть не утонул. В воде он начал задыхаться и не смог самостоятельно выплыть гнездо. Берегу. Спасателей рядом не было, так как официально там купаться запрещено. Помогли другие отдыхающие. Такие истории повторяются из года в год. И хоть купальный сезон только-только открылся, спасатели, полицейские и специалисты подразделения по делам несовершеннолетних практически ежедневно проводят профилактические рейды на водоемах и напоминают о правилах безопасности. Сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха у водоемов и высоких рисках для жизни при купании в несанкционированных местах. Все эти места потенциально опасны. Убедительная просьба обращать внимание на запрещающие знаки и информационные аншлаги, установленные на берегах водоемов. Запрещено купание в местах, не имеющих оборудованных зон для этого. Особое внимание к детям. Для них даже оборудованный водоем – это зона повышенной опасности. Поэтому первое и главное требование – с ребенка у воды глаз нужно не сводить. Ребята, близко не подходим к воде. Я очень ответственно подхожу к отдыху летом. Купаемся мы только в специально отведенных местах, то есть у нас на участке бассейн, либо ходим купаться в бассейн в городе. На водохранку мы не ездим, потому что я слышала, что специалисты не советуют. А на речку мы приходим для того, чтобы отдохнуть. В воду они не лезут. Постоянно смотрим за ними. Ребята, вы знаете правила нахождения на воде? Да, знаем. Нельзя заходить в воду без присмотра взрослых. И еще нежелательно ходить в воду после того, как покушал. Нужно подождать полтора часа, пока переварится еда. Нельзя далеко отходить от Бельга, а иначе может унести. Спасатели также напоминают, за купание в неположенном месте придется заплатить штраф. Сумма санкции – от 500 до 50 тысяч рублей. Оксана Крикунова, Александр Черник. Местное время.